Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерия Седова. Сегодня мы в гостях у Драмтеатра, и мы беседуем с Борисом Юрием Михайловичем, почетным работником культуры и искусства Рязанской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот хотелось бы начать, наверное, с вашей цитаты. Вы говорили о том, что в детстве хотели стать священнослужителем, потому что вас часто вводили в церковь после работникам балета, потому что купили телевизоры, вы смотрели, собственно, балет по нему. А как стали актером? Что произошло в вашей жизни? Что переместило вас туда? Ну, я пошел в драм-кружок во втором классе, не помню, по какой причине. Вдруг вот пришел, что-то прочитал, меня туда приняли, и там я понял, что у меня, в принципе, хорошо получается, что людям нравится то, что я делаю. И мне стало очень интересно. Я где-то до восьмого класса не мог определиться с профессией, но с охотой, с огромной охотой ходил в этот драм-кружок, потом плавно перешел в народный театр. И вдруг я понял, что это можно сделать профессией, что это можно этим заниматься, и на кусок хлеба можно себе этим заработать. Поэтому вот как-то так у меня неожиданно, вдруг я понял, это же можно и поступать, и все, и у меня мозги только в ту сторону. Больше мне ничего не стало интересно, я определился, и уже ждал, когда закончишь школу, чтобы поступать в театральный вуз. Вы тогда и вы сейчас, чем вы отличаетесь, естественно, опытом? Возрастом, знанием жизни, меньшими иллюзиями, большей грустью, потому что, ну, уже как бы жизнь знаю. Ну, как любой молодой человек отличается от немолодого человека, знанием жизни, которое бывает очень грустной. Но вот если говорить в разрезе подхода к ролям, вы играете как комедийные роли, так и довольно драматические роли. Даже подходя к комедийным ролям сейчас, вносите ли в них драму, если вы говорите, что... Всегда. Я всегда в комедийной роли пытаюсь найти драматические моменты. Равно как и в драматической роли я пытаюсь найти комедийные моменты. И для меня идеальна та роль, в которой юмор соседствует с драматизмом. И трагикомедия для меня самый любимый жанр. К сожалению, не часто приходится играть. Но, тем не менее, я очень люблю, когда трагическое, комическое, переплетены. Это очень интересно. Стандартный вопрос, но не могу не спросить, потому что все равно тоже любопытно. Что вам больше нравится, драма или комедия? Кого играть вам легче? Трагикомедию мне нравится играть. А нет, ну да. Я так много играл комедии, что в последнее время у меня желание играть более драматические роли. Потому что как-то комедийных ролей я очень много играл. Не всегда меня в первую очередь считали комедийным актером. Я и лучше чувствую комедию. Мне проще ее играть. Я чувствую зал, я чувствую, смешно или нет. В драме тяжелее, потому что ты же не чувствуешь реакции. В комедии всегда реакция. А в драме реакции как таковой нет. Но только тишина. Вот по тишине, по вниманию. Даже чувствуется внимание зрителей, как они слушают. Можно понять. Это сложнее. Ну, поэтому я как-то вот сейчас к драматическим ролям их пробовать, в них себя немножко развивать. Так получилось еще в моей жизни, что я пришел в театр в 1984 году. Это как раз началась перестройка. И пошли какие-то пьесы, вот эти все перестроечные, которые вскрывали гнойники нашего общества. Ну, ужасные пьесы. Говорить о них не хочу. Но, тем не менее, они шли. Это было актуально, наверное. Но зрители перестали ходить на эти спектакли. Потому что они не хотели. Все вокруг было так мрачное. И еще смотреть на сцене эту мрачность. И пошел поток комедий. Каких только я комедий не играл. Боже мой. Такую ерунду, чепуху. Но зато я приобрел такой опыт играния комедийных ролей. И вот этих... Иногда получаешь роль, она просто... И там играть нечего. Но ты начинаешь фантазировать. Ты пытаешься выплать из этой ситуации. И вот это вот у меня большой опыт выплывания из ситуации. Понимаете? Умение как-то придумать характер, образ, чтобы он был интересен. Даже если там... Ну, пустяк. Это я умею. А вот таких глубоких ролей, в которых можно копаться все больше и больше, у меня было меньше. В последнее время у меня, слава богу, такие роли попадаются бы. Я играл Шекспира, я играю Островского, я играю Чехова и т.д. Даже если почитать отзывы к вашим спектаклям, то есть люди зачастую оставляют больше отзывов как раз комедиям, что вы в своих ролях великолепны и так далее. То есть они больше сосредоточены на ваших комедийных спектаклях, нежели... Ну, потому что я в основном их и играю. Ну, конечно, люди любят комедии. Комедии любят больше. Тут что ни говори. Островский великий драматург. Но если говорить, что в XIX веке, когда он писал, он был самым знаменитым, это не так. Когда были драматурги, о которых мы сейчас понятия не имеем и не помним, но они были необыкновенно популярны, потому что они писали всякую ерунду на потребу публики, чего не делал никогда Александр Николаевич Островский. И они были популярны, сейчас их забыли, но тем не менее люди любят смеяться. Это правда. Но если вот люди любят смеяться, если на комедиях чувствуется зал, то почему тогда вот драма? Потому что неужели, потому что меньше играли? Или потому что хочется вот... Вы меня имеете в виду? Почему я хочу драматургать? Да, конечно. Потому что меньше играл. И потому что все-таки в театре нужно не только смеяться, грустить тоже нужно. Единственное, я считаю, условие в театре должно быть, чтобы спектакль не оставлял такого тягостного, мрачного ощущения. Чтобы люди не уходили после спектакля, нагруженные еще больше, чем жизнь всех людей грузит. Понимаете? Чтобы даже в трагические моменты было что-то светлое. И это можно сделать, если режиссер и актер дают правильный посыл. И они не пытаются зреть и убедить, что все у нас ужасно, а пытаются даже в плохом, даже в травматическом, в трагическом найти что-то светлое. И это для меня условие обязательное. Я считаю, что так должно быть. Театр не должен оставлять тягостного впечатления, ощущения. Вот мы сейчас с вами говорили о том, что у вас нет возможности, к сожалению, до сих пор как-то выбирать среди всех ролей, кого бы прям хотелось бы сыграть. Если бы была. Ну, я не могу вам сказать конкретные роли. Это опять надо очень думать. Я бы скажу драматургию, какую я хотел бы сыграть. Я хотел бы сыграть Мольера. Я ни разу в жизни не играл Мольера, и затевались какие-то работы. Еще в моей юности, ну, как-то что-то не получалось. Не доходило, начинали репетировать, не дошло до премьеры по ряду обстоятельств. И здесь, вот не так давно у нас был построен спектакль Тортьюв, ну, не попал я туда, так получилось. Я все-таки надеюсь, что когда-нибудь я Мольеровскую роль сыграю, потому что я считаю это мой драматург. Мне вообще хочется играть классику. Я не устаю играть Островского. Я 7 ролей сыграл в Островском, и сейчас играю. Юсова в доходном месте с удовольствием. Я люблю Островского. Я люблю Чехова. И, к сожалению, вот какие-то роли мимо меня прошли в Чехове, ну, вот сейчас я играю Чебудыкина, мне это тоже интересно. Я не имею три сестры спектакля. Если говорить про драматургов, чем они в вас откликаются? Что вот, ну, вы перечислили сейчас драматургов, да, что, почему именно их? Что вот... Качество. Качество. Слово. Глубина характера. Талант. У них есть талант. Понимаете? Потому что не все пьесы, которые ставятся в театре, талантливые. Иногда считаешь, думаешь, какая чепуха. Но хороший режиссер, он умеет из всего этого сделать конфетку. И еще, если он подберет хороших актеров, то выходят неплохие спектакли. И вот в данный момент я играю такие спектакли, которые сам по себе пьезу. Когда я читал, думаю, боже, какой ужас. Какой это ужас. Но, тем не менее, он и спектакль идет, и пользуется популярностью. И я много такого играл. Но когда ты берешь вот такую драматургию, выдающуюся, то тебе нужно дорасти до того, что написано. То есть автор вкладывает так много в то, что написано, в роль, в характер, что ты играешь и постоянно находишь какие-то новые нюансы. Понимаете? Вот хочется с глубокой, с хорошей драматургией работать, а не с какой-то чепухой. Но это приходит и с возрастом, не только с возрастом, я думаю. Любой актер хочет. Я завидую сейчас молодым нашим ребятам. Они играют очень хорошие пьесы. В моей молодости, я говорю, я играл такую чепуху. Время такое было. Мы от времени зависим. От времени, от типажа, какой типаж моден, от всего. Актер – это очень зависимая профессия. Это самое, наверное, горькое, что есть в театре для меня. Потому что, вот вы говорите, я не могу выбирать. Не могу выбирать. И мало кто из актеров может выбирать. В основном пьесы выбираются не актерами, она выбирается режиссерами, руководством театра. Опять же, зависим от времени, потому что время, что сейчас модно, что сейчас будут смотреть, что нет. И это печально, но это факт. В скором времени готовится спектакль как раз-таки к вашему бенефису, если не ошибаюсь. Давайте... Ну, это юбилей. Мне 20 лет, как я работаю в Рязанском театре драмы. Взяли пьесу. Предложил пьесу наш художественный руководитель Борис Борис Челогода. Я об этой пьесе не думал. Я знал, что есть такая пьеса «Матросская тишина». Идет давно в театре Добакова и играет главную роль Машков. Но я думаю, что Машков совершенно с ним разный. Думаю, наверное, это мне не подойдет. Поэтому я как бы не заинтересован. Но когда Борис Борисович дал мне прочитать, я думаю, боже мой, да я могу это играть? Это интересно. Это мне сейчас, вот на данном этапе, очень интересно. И думаю, интересно и зрителю. И у нас нет такого спектакля. Я думаю, он нужен со всех точек зрения. И театру, и зрителю, и мне лично. Поэтому вот и спектакль «Матросская тишина» это пьеса Галича. Мы ее назвали «Папа». Таково было решение художественного руководителя, театра в целом. И я думаю, это правильно. Это правильное название. «Матросская тишина» не про что для меня. Вот вы говорите, что такой спектакль нужен зрителю. Почему? Это как раз тот просвет в драме, в океане драмы? Или как? Почему вот? Ну, как просвет в океане драмы? Это сложно изъяснить. Но это нужно для того, чтобы... Знаете, зрителю иногда нужно и попереживать. И, может быть, где-то поплакать. Но главное, как я говорил, уйти с светлым чувством после спектакля. Ну, не только комедия, хотя здесь и трагикомические ситуации. Герой, которого я играю, это еврей, местечковый, живет в маленьком городишке. Радости в жизни немного, вернее, их совсем нет. Ну, что у него есть сын, они вдвоем. Куда делась жена и мать ребенка, неизвестно, это можно домыслить, там, умерла или что-то случилось. Они живут вдвоем. Он живет в этом тусклом, убогом городке и мечтает путешествовать. Он хочет больших городов, он хочет приятных впечатлений, он хочет отдыха в санатории. Ему хочется, у него есть стремление душевное. Все, что он может сделать, это коллекционировать открытки, собирать их вот с видами городов там у него, я не знаю, Варшава, там у него, я не знаю, Берлин, Барселона, еще какие-то города. Вот он собирает эти. Но он не может себе позволить этого сделать, потому что у него главная цель это увести сына в люди. То, что он не смог сделать в жизни, он хочет реализовать в сыне. Сын у него талантливый человек, скрипач. И вот каждую копейку все он отдает этому сыну. И вдруг потом оказывается, что сыну он не нужен. Когда сын вырос, поступил в консерваторию, оказалось, что он не нужен. Это огромная человеческая драма. Это очень чувство. И это, я думаю, это будет понятно залу. Это важно. Залу это будет важно. Понимать, что такие вещи не нужны, недопустимо, что нужно помнить о родных людях, что нельзя. По молодости это часто бывает, что люди еще не понимают, как важны родители, как это все вообще важно в жизни, и что нужно быть тоньше, добрее и человечнее. Я, может быть, сумбурно немножечко говорю, но я думаю, спектакль должен понравиться публике, и я надеюсь, что он станет необходимым. А для меня просто хорошая, интересная роль. А в каких числах он будет, чтобы... Ориентировочно в сентябре месяце. Я не знаю, когда конкретно премьера, по приказу 20 сентября, но могут быть какие-то изменения. Поэтому я не могу точные даты пока назвать рано. Вот, играя комедийные роли, драматические роли, может быть, есть какая-то основная идея, мысль, которую хочется принести? То есть, здесь вот в вашем спектакле, который будет, папа, вы сказали, что да, что это пока вот так, как на поверхности, что... Помните про родителей, ну, грубо говоря. Ну, это грубо говоря. Да, это очень грубо говоря. Это одна из тех мыслей, которые есть. Я немножко не очень удачно, наверное, об этом сказал, да? Ну, это одна из мыслей. Нельзя говорить, что в спектакль заложена только одна мысль, в роли заложена только одна мысль. Если говорить о комедийных ролях, что там, что хочется там донести? Может быть, на примере какой-нибудь? Ну, на примере я не буду, но хочется радовать зрителей, радовать. Когда зрительный зал смеется, это огромное удовольствие. Во-первых, получаешь удовольствие ты, и, соответственно, зритель будет получать удовольствие. Если ты на сцене мучаешься, я не думаю, что зритель будет воспринимать тебя и радоваться тебе. Он будет видеть, что ты мучаешься. Это зрителя не обманешь. А если он видит, что ты получаешь удовольствие, он тоже будет получать удовольствие. И когда идут такие комедийные спектакли, как «Клинический случай», никто не идеален, вот то, что я в данный момент играю. Это же такое удовольствие, вот эта вот реакция публики, это радость публики на то, что ты делаешь. На эти ситуации смешные, может быть, немножко нелепые, может быть, несколько неправдоподобные, но тем не менее это все радует. Надо приносить людям радость. Театры для этого существуют в огромной степени. Дарят людям радость. Это необходимо, это важно. Юрий Михайлович, спасибо, что стали гостем нашей программы, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.